Давай сделаем такую поделку аппликации, где балерины танцуют в зале. Для этого нам понадобится с тобой лист формата А4, вырезалка с балеринами, фломастеры, клей, ножницы и простой карандаш, которым будем рисовать. Давай приступать к рисованию. Чуть ниже середины листа я рисую прямую такую линию, это будет разделение между полом и стенкой. Сверху этой прямой линии нам нужно будет нарисовать такой полукруг, это будет наше окно. Потом я отступаю небольшое расстояние и сверху нарисованной линии рисую еще одну линию и это получается такая рама нашего окна. Дальше нужно нарисовать еще одну линию параллельно полу, это тоже рама нашего окна. Сначала будет казаться, что мы просто рисуем какие-то непонятные линии, но потом это преобразуется в рисунок, главное все повторять. И нам нужно нарисовать еще три такие палочки, это также будет продолжение нашей рамы окна, одну посередине и две по бокам справа и слева. Толщина этой рамы ровно такая же, как и толщина полукруга, которого мы нарисовали сверху. Часть окна готова, но это еще не все. Делаем небольшой отступ и рисуем еще один полукруг сверху. Это будет такое необычное большое окно на всю стенку. Я нарисовала полукруг, также отступаю чуть-чуть в сторону и веду еще одну такую же линию полукругом. И последний завершающий этап нашего окна, от угла, где начинается наш пол и стенка, я начинаю вести еще одну линию полукруга до другого угла. То есть от одного уголочка к другому провожу такую изогнутую линию. И вот с окном мы закончили, теперь приступаем к полу. Пол у нас будет паркетный, такой деревянный, поэтому нам нужно отобразить его рельефность. И мы для этого будем рисовать простые прямые линии. Они будут немножко под разными углами для того, чтобы создать такой некий объем нашей картины. И в общем я беру, начинаю с середины и рисую прямые линии. Лучше всего начать с середины, нарисовать прямую вертикальную палочку и дальше уже от нее делать небольшие отступы и немного ее наклонять в сторону. И таким образом нужно нарисовать с правой стороны палочки и с левой стороны палочки. Последний штрих и наш пол готов. Теперь давайте приступать к раскрашиванию. Я начну с голубого цвета. Буду разукрашивать наше окно. Наша задача сделать так, чтобы задний фон был не совсем темным, потому что потом мы приклеим сюда фигурки балерин и чтобы их было видно. Поэтому я выбираю светлые цвета, начинаю с голубого и разукрашиваю вот эту вот раму, которую мы с вами рисовали. Сначала обвожу контуры, чтобы понимать и знать, где мне лучше разукрасить. И потом уже все закрашиваю внутри. Все палочки внутри нашего маленького полукруга я тоже разукрашиваю голубым цветом. Продолжение следует... И последнее, что нам осталось разукрасить голубым цветом, это вот этот вот чуть больше полукруг сверху, который тоже имеет некую такую толщину и объем, который мы рисовали. Я беру также осторожно, стараюсь не выходя за контур, разукрасить это. Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, самую сложную часть раскрашивания мы с вами закончили. Теперь я беру светло-серый, такой серо-голубоватый цвет фломастера и буду раскрашивать само окно. Все, что под самой верхней частью дуги находится до нижнего полукруга, я раскрашиваю этим цветом. И то, что сверху большой дуги, тоже буду раскрашивать этим цветом. Так будет выглядеть наше с вами окно. Закончили нижнюю часть под полукругом раскрашивать. Теперь внимательно смотрим, какую другую часть нам нужно разукрасить. То, что над этой голубой линией, то есть другую часть полукруга. Тем же самым светло-голубым цветом я раскрашиваю. И таким образом мы с вами закончим раскрашивать наше окно. А то, что осталось в самом центре маленького полукруга, мы оставим белым цветом, чтобы наших балерин было видно. Субтитры создавал DimaTorzok На стене нам нужно с вами разукрасить стенку. Это все, что сверху листа у нас осталось белым. У меня такой светло-желтый цвет. И я беру аккуратненько, стараюсь раскрасить всю эту стенку. Специально выбрала неяркий цвет, чтобы было видно наше окно и девочек, которых мы приклеим потом. Субтитры создавал DimaTorzok И последнее нам осталось раскрасить наш пол. Так как это паркет, он конечно же из дерева, значит будем разукрашивать коричневым цветом. Я буду сверху вниз раскрашивать аккуратно, чтобы сохранить вот эту текстуру нашего паркета. И таким образом нужно будет закрасить всю нижнюю часть нашего листа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так как я закрасила и линии, которые рисовала ранее, не особо видно, Поэтому я сверху еще раз пройдусь по этим линиям, которые рисовала карандашом в самом начале Для того, чтобы придать текстуру этому полу и было видно, как он выглядит и придать даже объем этому рисунку Просто сверху по нарисованным линиям карандашом ранее провожу еще раз линию фломастера Мы с вами закончили раскрашивать, теперь я перейду к самому такому, на мой взгляд, сложному этапу Мне хочется обвести все, что мы нарисовали с вами по контуру Для этого я беру тоненький черный фломастер Если для вас это сложно, вы можете попросить помощи у взрослых Но мне кажется, что если вы попробуете, у вас тоже получится Задача очень простая Берем тоненький фломастер и осторожно, аккуратно, медленно обводим все по контуру Для того, чтобы было четко видно, что мы с вами нарисовали И разделили вот этот рисунок на некие такие части и придали ему яркости и объем Берем тоненький фломастер Берем тоненький фломастер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok